В эфире Самарский телевизионный вестник, в студии Дарья Добровольская. Здравствуйте! Туристический маршрут Самарской области вошел в первую пятерку национальных турмаршрутов, которые представили на Петербургском международном экономическом форуме. Ростуризм представил первые пять направлений нового проекта по созданию в стране сети национальных туристических маршрутов. В него вошел и туристический маршрут Самарской области Жукулевские выходные. Это четырехдневное путешествие по Самарской области, идея которого строится вокруг знаменитого бренда «Жигули». Это бренд, который сегодня ассоциируется и со знаменитым автомобильным заводом, и со старейшим пивоваренным заводом, и с Жигулевскими горами. Новый проект Ростуризма – это сеть национальных туристических маршрутов, которые обустроены по стандартам качества Ростуризма, комфортных и безопасных для туристов. Также на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение об участии Самарской области в реализации проекта «Великий Волжский путь». Кроме 63-го региона в нем участвуют Татарстан, Мариэл, Чувашия и Ульяновская область. Главная цель – активизировать пассажирские туристические межрегиональные перевозки по Волге. «Великий Волжский путь» – это проект, который объединяет крупнейшие туристические центры по Волжье, раскрывая самобытность каждого из регионов, а также способствует развитию разных направлений – от этнокультурного туризма до активного отдыха на природе, круизных путешествий и пешеходных маршрутов вдоль Волги. В Самаре ищут подрядчика, который займется благоустройством территории около эстакады на Новосадовой. Там необходимо выполнить целый комплекс работ – это установка светофоров, озеленение территории, шумозащитное остекление в домах, которые находятся рядом с развязкой, начальная цена контракта – 376 млн. рублей. Из них 190 млн. подрядчик получит уже в этом году и 186 млн. в следующем – срок окончания работ 1 декабря 2023 года. В регионе подтвердили еще 52 новых случаи заболевания коронавирусом. Из них 32 человека госпитализировали. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области выявили 385 218 случаев COVID-19. Из них 376 723 человека полностью выздоровели. Жертвами COVID-19 за все время наблюдений стали 7 889 наших земляков, в том числе двое только за последние сутки. Разбитая дорога, отсутствие освещения и качели – опасные для детей. В таком состоянии уже много лет находится двор 227 дома по улице Ново-Вокзальной. Помимо этого, проблемы есть и в квартирах. Регулярно отключают горячую воду. Люди, говорят, уже устали обращаться в разные инстанции и ждать помощи. Подробнее расскажем в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Глубина ям в этом дворе удивляет. Проезд вдоль домов не ремонтировали уже много лет, говорят жители. Со временем путь к подъездам превратился в квест с реальными опасностями. Отсутствием освещения и шансом сломать в лучшем случае колеса в худшем ноге. У нас дорога, в первую очередь, это вообще невозможно. Свою детскую коляску, зиповскую, я сломал недавно. У меня одно колесо стоит, которое полторы-две тысячи. Я сейчас вообще на другой коляске выезжаю. Ситуация очень давно, на самом деле. Обещают все сделать, сделать. Видимо, я не знаю, не доходят руки и так далее. Все ходит, кто-то там какие-то инженеры, там смотрят, что-то вымеряют каждый год. И ничего, проблема так и остается. Из-за разбитой дороги страдают все жители, особенно семьи с маленькими детьми, говорят люди. Некоторые живут здесь больше 20 лет. И, по их словам, за это время ямы заделывали только своими силами. С наступлением темноты ходить и ездить становится еще опаснее, ведь в дворе нет освещения. И все это время она вся в Рытвинах, и все глубже и глубже. Даже не заделывают, даже сами кирпичи накидали, уже кирпичи даже все выбили. Коляски ломаются, детям негде ездить на велосипеде. Фонарей нету, да, фонарей, это же какой-то, да, с фонариками ходим. Кто ночную смену работает или хочется погулять иногда вечером по прохладе, невозможно. Добавляет мрачности и вид детской площадки. Разрушенная песочница, горка и обшарпанные качели, которые, по словам жильцов, травмоопасны для детей. В самом доме также есть проблемы. Горячую воду регулярно отключают, сетуют жильцы. Люди обращались в различные инстанции за помощью, но вместо решения получали только отписки. Жена писала и президенту писала, и в жилой инспекцию обращались, как бы. А по поводу воды в ПТС обращались, они вообще либо трубки не брали, либо вообще говорили, а мы не знаем вообще, к вашей управляющей компании обращайтесь. Управляющей компанией нашей обращались, РЭУ-6, она говорит, а мы не знаем, в ПТС обращались. Вот такой круговой, круговерский. Люди негодуют. Пока они звонят и пишут различным ответственным организациям, проходит время. Ситуация не меняется. И кто-то вновь может сломать колесо или даже получить травму. Никита Галочкин, Олег Галочкин, СТВ. ДТП с погибшим на железной дороге, ЧП с пострадавшим на рабочем месте в Ставропольском районе и массовая авария в Тольятти. Обо всем по порядку в обзоре происшествий. В Самарской области поезд «Ласточка» насмерть сбил женщину. Это случилось утром 17 июня на 12-м километре перегона Средневолжская-Козелковская. Во время осмотра места происшествия сотрудники транспортной полиции предварительно установили, что женщина перебегала по оборудованному пешеходному переходу железнодорожные пути. Машинист электропоезда применил звуковой сигнал и экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось, рассказали в ведомстве. Специалисты устанавливают личность погибшей и обстоятельства произошедшего. В Самарской области мужчина чуть не сгорел внутри емкости для воды. Об этом сообщили в региональной поисково-спасательной службе. Это случилось 16 июня в селе Ермакова Ставропольского района. При проведении работ внутри емкости для воды произошла вспышка паров горючих материалов. Пострадал мужчина. Он получил ожоги. Для транспортировки пострадавшего из труднодоступного места до машины скорой помощи потребовалась помощь спасателей. На место происшествия прибыл поисково-спасательный отряд Тольятти. Используя альпинистское снаряжение, спасатели достали пострадавшего из емкости и спустили на землю с 5-метровой высоты. Пострадавшего забрали врачи скорой помощи. Крупное ДТП с пострадавшим произошло в центральном районе Тольятти. 35-летняя женщина за рулем Рено Аркана двигалась по Комсомольскому шоссе и выехала навстречу, где столкнулась с белой ВАЗовской семеркой. От удара иномарка опрокинулась и задела еще один ВАЗ-2107 синего цвета, который двигался навстречу. В результате ДТП 36-летнего водителя белых «Жигулей» госпитализировали с места происшествия. В Самаре с начала года составлено более 3000 административных протоколов на любителей тонировки. С наступлением солнечных дней увеличилось количество водителей, которые прячутся от палящих лучей за темной пленкой на стеклах. Во время очередного рейда госавтоинспекции «Жизнь в новом свете» смогли увидеть десятки автолюбителей. Никита Галочкин продолжит. С повышением температуры воздуха увеличилось и количество желающих скрыться от солнечных лучей всеми возможными способами, в том числе и незаконными. Некоторые автолюбители тонируют стекла авто и ездят так, наперекор правилам дорожного движения. «Просто жарко. Жарко? Да. А не помогает от жары? Конечно. Ты же шторки дома зашториваешь». Большинство нарушителей знают и о запрете на темную тонировку, и о штрафах за езду с такой пленкой, но осознанно идут на правонарушение. Говорят, темное покрытие им никак не мешает, а даже наоборот – помогает. «Жарко. Реально жарко. Неудобно. Глаза слезятся. Если человеку это не мешает, не препятствует дорожным всяким происшествиям, то почему бы и нет? Не знаю, мне очень комфортно. Там же не два слоя. Там один слой всего лишь. Просто чисто от солнца». Тем не менее, полицейские напоминают, тонировка – это помеха безопасному вождению. Она ухудшает видимость, особенно в темное время суток. Соответственно, увеличивает шансы не заметить препятствия или помеху. Поэтому с ней активно борются. «За управление транспортным средством с нанесением пленочного покрытия в нарушении ПДД предусмотрен административный штраф, сумма которого – 500 рублей. За повторное правонарушение, если судья примет решение о штрафе, он идет в дайном размере от первоначального, если примет решение об административном аресте, водитель может получить административный арест сроком от суток до 15 суток». Автомобиль с тонировкой в потоке виден невооруженным глазом. Но для более точных измерений инспекторы используют специальные приборы, которые определяют светопропускаемость. На передних стеклах она должна быть не менее 75%. Никита Галочкин, Олег Галочкин, СТВ Российскому Красному Кресту исполнилось 155 лет. Это одна из старейших и самых крупных благотворительных организаций страны. В честь юбилейной даты поздравления принимают активисты, волонтеры и партнеры организации. О тех, кто всю жизнь посвятил милосердию, расскажет Екатерина Алексеева. Галина Якушенко в службе Красного Креста трудится уже 28 лет. И 12 из них совмещают работу с сестрой милосердия и председателя Безинчукского районного отделения. Говорит, работа непростая, но любимая. За многолетний труд – заслуженная награда. Понимаете, вот не надо ни денег, ничего, а вот человеку хорошо, ты ушел со спокойной душой и знаешь, что завтра утром придешь и можешь сказать ему доброе утро, и все будет хорошо. Кстати, если Российскому Красному Кресту в этом году исполняется 155 лет, то Безинчукскому отделению Красного Креста исполняется 55 лет. У нас тоже юбилейная дата. История Российского Красного Креста берет начало в далеком 1867 году. Тогда император Александр II подписал указ об образовании общества по печенье о раненых и больных воинах. А в 1879 году оно было переименовано в Российское общество Красного Креста. Спустя много лет миссия и организация остается неизменной – помощь людям. У нас сейчас 42 медицинские сестры Красного Креста, которые обслуживают самую тяжелую категорию больных. И это надо отдать должное нашему правительству, которые в числе первых из всех регионов России создали эту службу милосердия и стали финансировать. Та категория, которая не подлежит обслуживанию социальной службой, оказывает услуги медицинские сестры милосердия Красного Креста. Это онкология, сахарный диабет, бронхиальная астма, психохроники неагрессивные, туб больные, небоцеллярные. Наша работа многогранная. Вот буквально 96 дней мы занимались сбором гуманитарной помощи для переселенцев с Донбасса. В честь юбилейной даты поздравления принимают сотрудники, активисты и партнеры организации. Здесь представители системы здравоохранения, соцзащиты, волонтеры и доноры. Красный Крест вообще взаимодействует с двумя основными партнерами. Это, конечно, система здравоохранения и система социальной защиты, потому что они оказывают медико-социальную помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается. Поэтому, конечно, там, где у нас нет возможностей, у нас всегда есть волонтеры Красного Креста, которые придут к человеку, которому плохо, помогут ему и окажут необходимую помощь. Поэтому здесь мы, конечно, без них не обойдемся. Российский Красный Крест – это одна из старейших общественных организаций. Своей миссией она считает предупреждение и облегчение страданий людей, защиты жизни и здоровья человека. Основная программа Самарского Красного Креста – это служба милосердия. Ексир Алексеев, Олег Галочкин, СТВ. Это были все новости на сегодня. А далее прогноз погоды, интересные программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте. Смотрите наши новости в телеграм-канале, на ваших экранах QR-код, сканируйте его с помощью камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.